Сегодня будем гулять по древнему городу Кафа. Пылиться какая-то хрень 14 века. Город Кафа стал центром распространения вредоносной пандемии. Так же, как и Евпатория, оставлю для вас подарок. Друзья, всем доброе утро. Сегодня мы начинаем новую прогулку по древнему городу Феодосия. Точнее, мы сегодня будем гулять по древнему городу Кафа. И сегодняшний день мы посвятим осмотру самой главной достопримечательности Феодосии, генуэзской крепости Кафа. За моей спиной вы сейчас можете наблюдать самую большую и одну из самых главных башен генуэзской крепости, башню Святого Константина или просто башню Константина. Это самая северная башня крепости, которая находится, по сути, в центре города. Она стоит в юбилейном парке. Эту башню не раз реконструировали. Сверху вы видите уже кирпичные мерлоны, надстройки эти зубья наверху башни. Самое интересное, что в 19 веке эта башня находилась в другом месте. То есть, если смотреть в ту сторону, там находится море. И эта башня стояла на берегу моря. Ее передвинули. Представьте, в 19 веке люди умели двигать такие грандиозные сооружения, а передвинули ее в связи с тем, что на берегу начали строить железную дорогу, и эта башня мешала. Но удивительно, что ее не разобрали, не разрушили, как это часто сегодня случается, а просто действительно ее передвинули. Почему эта башня считается главной? Потому что башня Константина изображена на гербе Феодосии. И даже на старых гербах, на старых каких-то почтовых марках главной достопримечательностью Феодосии считалась и, скажем, изображалась башня Константина. Генуэзская крепость Кафа и в целом эта башня Константина в свое время считались самой неприступной крепостью в Европе. Но вот представьте, вот мы сейчас стоим, вот высота забора, вот так вот. То есть высота забора, вот я стою, и вот высота этой башни. Те не только гуны брали эту крепость неприступную, ее даже брали запорожские казаки во главе с Агайдачным. В Генуэзской крепости находился 14-тысячный османский гарнизон, то есть это во времена, когда Кафа была захвачена османами, и фактически здесь была Османская империя. А здесь был большой невольничий рынок. Войско Агайдачного просто захватили эту крепость, как делали запорожские казаки не раз с владениями на территории Крыма, и освободили всех невольников. С северной стороны башни Константина подходит такой полукруглый бастион. Говорят, что его построили турки после того, как захватили эту крепость у генуэзцев. Ну, не знаю, настоящий он или это восстановлено, или это только часть этого бастиона. А всего в генуэзской крепости было 26 башен. Но до наших дней дошло немного, в том числе и стены самой крепости. Так, мы идем вдоль этого бастиона. Здесь, конечно, все неприглядно для туристов. Вообще удивительно, что... Здесь сюда, видимо, лазают как-то нелегально. Удивительно, что тут просто все вот обосрано. Здесь коты живут на улице. Вот, видите, балдеют. Кстати, очень много котов спящих на улице и собак. И мы сейчас вплотную подошли с северной стороны этой башни, видимо. Здесь тоже можно вот так вот заглянуть. Следующее инженерное сооружение, которое мы с вами найдем и посмотрим, это генуэзский ров, который шел перед стенами этой крепости. Он сейчас сохранился, и через этот ров крепостной были перекинуты каменные мосты. Мосты тоже сохранились, но не все. Сейчас мы попробуем найти этот ров с мостами и посмотрим, как это все выглядит. Мы дошли до генуэзского рва. Сейчас он выглядит так. Понятно, что раньше он был глубже, больше. Со временем, уже столько веков прошло, все обвалилось. Вот сейчас через него сделаны мосты, как бы улицы обычные. И вот в ту сторону. Сейчас мы пойдем и отыщем тот самый генуэзский мост. Смотрите, друзья, вот вполне себе сохранившийся генуэзский мост. Видно, что арка, укладка арочная. Здесь, конечно, уже все укрепили бетоном, потому что мост действующий. Сделали отвод воды в этот ручей, какие-то трубы. Сейчас попробуем спуститься вниз, посмотреть кладку. Видимо, там что-то горело, вон все стены закопченные. Но это именно старый генуэзский мост. То есть, видите, здесь какая кладка. С той стороны мусором все завалено. А здесь вполне все сохранилось. Офигеть просто. Представьте, сколько ему лет. А он стоит и хоть бы что ему. Но, скорее всего, мост был не таким большим. То есть, видно вот по кладке, да? А дальше уже залито бетоном. Ну, это уже современная, скажем, достройка к этому мосту. Но вот это вот все оригинальное. Здесь по пути попалась деревянная красота. Видеть таких крылечек. Ну и сам дом, конечно, тоже старенький. Такие вот крылечки интересные. Вообще, дерево на юге используется редко. Из-за того, что его здесь всегда было мало. И, в общем-то, это очень горючий материал. Но больше, конечно, из-за того, что его мало было. Поэтому в Краснодаре практически нет деревянных домов. Раньше весь лес был войсковой. То есть, принадлежал казакам. И строго регулировалась его вырубка. И вырубка была только для постройки каких-то... Ну, для войсковых нужд. Либо для строительства каких-то социально значимых объектов. То есть, все деревья чуть ли не посчитаны были. Так, что-то я немножко запутался. Куда идти? И вот сейчас это в горку идти. Это показывает улица. Обычная улица. Здесь какой-то дом. Видите, что забор выложен тоже из ракушника. И вот эти камни, как пишут некоторые краеведы, люди просто тащили с этой крепости кафы. И строили себе какие-то хозпостройки. Строили заборы. Ну и по всей видимости, вот. Есть такое дело. Так. Я вообще куда-то в дебри какие-то залез. Так, мы сейчас идем на смотровую площадку горы Митридат. Там будет у нас очередная башня крепости кафа. Обязательно смотрите. Здесь очень много используется черепичных крыш. И вот часть черепицы просто сделали желоб. Для того, чтобы вода сливалась. А вот плита какая-то лежит с клеймом. Написано Украина. Они маленькие какие-то. Наши мужики ставили, которые тут живут. Ну а еж от куда-то взяли плиту эту. Ну да, откуда-то приперли. Это еще во времена Украины все и стали. Ну вот, да, Украина написана. Как-то непонятно, что написано. А ты куда отчатываешься? А я на Митридат иду. На смотровую площадку. Да. По этой тропинке? Ну да. Потому что она в Митридат. А я по карте что-то немножко заблудился. Ну вот так и идет. Ты просто уже вышел на улицу. Да я понял уже. Я тут что-то хожу-хожусь и улицы как один. Перейдешь через улицу и тропинка будет дальше на гуру. Подниматься круто. Ага, спасибо. Вот так вот, друзья. А то я и не пойму, куда идти мне. А вот она. Наверное. Вот так вот живут здесь люди. Видите? Еще одна смотровая площадка вот есть на телецентре. Но там, видите, совсем гора крутая. А Феодосия, получается, сам город как бы между двух таких хребтов лежит. Вот в низине. Хорошо видно отсюда. Так, вот она очередная башня. Башня Фомы. Мы сейчас к ней попозже доберемся. Так, друзья, мы сейчас поднимаемся на смотровую площадку на горе Митридат. Эта площадка называется 45-я параллель. Напомню, что в 45-й параллели находится город Краснодар. 45-я параллель считается самой комфортной для проживания. Вот тут так вот красиво. Так, друзья, это смотровая площадка на горе Митридат. И вид с нее. Здесь видно часть крепости Кафа. Ну и, собственно, сама смотровая площадка это тоже часть крепости. То есть отсюда даже видно, вот, видимо, стена была или что-то, возвышенность. Впереди вот видно ров. То есть вот если наверх залезть, по рельефу хорошо заметно, как строились фортификационные сооружения крепости. Здесь вот мечеть видна. Ну и вид на порт, на современный город. Ну отсюда чуть-чуть видна зубья башни Константина. Такие туристические электрокары по городу ездят. Я здесь купил магнитик с видом древней Феодосии. И, к сожалению, это не работа кисти Айвазовского, а его ученика. Так, друзья, на самом верху горы Митридат у нас следующая точка Генойской крепости. Это башня Святого Фомы. Здесь еще немного осталась какая-то кладка. Даже какой-то ход есть. Но из-за того, что башня очень сильно разрушилась, местные жители растащили ее на хозяйственные постройки. Видно, да, что вот камни, кладка. Здесь уже частная территория, каким-то образом возникшая на месте нахождения башни Фомы. По сути, месте, под которым установлен контроль государства с хранением памятников. Башня была трехэтажная, но в связи с тем, что она уже не использовалась как оборонительное сооружение, ее, по сути, османы после захвата крепости бросили, она разрушилась. И вот в таком виде она осталась. А здесь прям кто-то... Бе... Хозяйственные постройки. Очень удобно. Так, сейчас мы вниз спустимся. Посмотрим, что там с земли. Вот так она выглядит сейчас. По сути, находится среди жилой застройки. Но это вот осталось только основание этой башни. Эта башня тоже была отдалена от цитадели. Вот видите, пошла трещина, после которой башня рухнула. И этой башне доставалось больше остальных. Здесь находился небольшой гарнизон, который один из первых встречал нападавших на Кафу вот с этой стороны. Ну, видите, вот камни, скорее всего, из этой башни. Ну, кстати, охраняется государством. По факту никак не охраняется. Здесь еще вот на склонах частично остались выложенные камнем остатки крепостной стены. Мы идем дальше, к следующей башне. Тут, друзья, вообще непонятные какие-то сараюги находятся. Здесь видно, что здесь тоже вот была стена какая-то. Как вообще можно строить возле памятника федерального значения? Непонятно. Смотрите, здесь вот видите, все кладка осталась. Не знаю, эта улица была. Или это все еще крепостная стена была. Ну, тут все завалено мусором, через которые вот проглядываются камни. Друзья, смотрите, какая черепица крутая. Видно, что эти промежутки заливали бетоном и накладывали друг на друга. Здесь, кстати, очень много в Крыму вообще черепичных, именно вот оригинальных черепичных домов. Мы сейчас внутри башни Джоавани Дескафа. Она была очень большая, вы можете здесь видеть. По сути, здесь осталась только у нас северная сторона, южная сторона, а все остальное просто груда камней. Здесь можно вот так вот подняться на нее. Ну, и отсюда уже видна главная цитадель крепости. Там находится вход в саму цитадель. И это самая сохранившаяся башня геноидской крепости Кафа. И наш следующий путь уже непосредственно в саму крепость. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас осталось. Ну, и здесь, как всегда, мусор, хлам, какие-то стройки непонятные. Очень печально, что такая красота, такие древние постройки, которые дошли до наших дней, находятся в таком плачевном состоянии. И даже нисколько сами постройки, понятно им, не один век уже, просто территория вокруг них. То есть никаких нормальных информационных табличек, никаких указателей, никаких подходов нормальных не сделано, никакой информации. Очень-очень плохо. А это на самом деле очень гениальные памятники истории и архитектуры, дошедшие до наших дней. Друзья, вы не поверите, но мы сейчас с вами находимся, стоим прямо вот здесь, на самом старом действующем мосту в Европе. это XIV век, мост, который построили все те же самые генуэзцы. Вы видите, что по нему ездят машины. Здесь, конечно, уже сделали какие-то незаконные настройки, пристройки и прочее. Но вот если здесь посмотреть, то хорошо видно не только мусор, который здесь горой лежит, но и арочный свод, он оригинальный именно XIV века. То есть по факту это и есть тот древний мост. Здесь просто постелили асфальт, сделали немножко расширение дороги, но то, что сохранилось сегодня реально, это самый старый мост, действующий в Европе. Если вам будет это все интересно посмотреть самостоятельно, я в описании под этим видео оставлю координаты на все башни, все мосты, которые мы сегодня с вами посмотрим. Так, друзья, вот она. самый самый смак, самый кайф генуэзской крепости Кафа. Значит, это башня Святого Климента сохранилась в очень хорошем состоянии, а это южные ворота, то есть непосредственно вход в цитадель. Здесь висит старая табличка, что это объект, архитектуры еще Украины. Идем в саму цитадель и видим, что цитадель застроена современными постройками. Как это вообще могло получиться? Непонятно. Я не понимаю, честно, как это назвать безобразие, которое здесь есть. Здесь просто какая-то свалка мусора, какой-то дом непонятный стоит, развалившийся. Представьте, вот вы здесь живете, переулок башенный дом один, а у вас во дворе просто на заднем дворе пылится какая-то хрень 14 века. Ну, подумаешь. Здесь можно вот все засрать мусором и жить прекрасно себе. И вообще для меня это непонятная вообще история. Мы сейчас ходим с вами фактически внутри цитадели. здесь все достроено домами. Человек разрешал строить внутри памятника. Это удивительно, конечно. Так, здесь вот есть такие ворота. О, это очень круто. хрень какой-то творится. Извините за мат. Башня, конечно, классная. Так, от башни Климента идет стена, а это башня Криско. А внутри просто вот живут люди. Это мусорная площадка контейнерная. Какие-то мусорки вообще. посмотрите какая толщина метр полтора. мусорная. Мусорная. в уставе города Кафа 1316 года стоит прямой запрет на поселение армян внутри крепости. Но население Кафы в то время состояло 35-40% из армян. Поэтому армяне поселились за крепостной стеной, а этот район назывался Айотсберт. Сейчас мы внутри этого района. Здесь есть древние армянские церкви. вот одна из них. Здесь также подходил ров к крепостной стене. Сейчас мы прогуляемся и посмотрим, что здесь есть интересного. Но вы видите, что крепостная стена цитадели не заканчивается, она спускается к морю. Мы туда тоже пройдем посмотрим. А здесь хороший вид на обе башни цитадели. Это, наверное, самые сохранившиеся башни сей крепости. Друзья, это древняя армянская церковь Иоанна Богослова. Так, а это что такое? Тут, короче, древность над древностью древностью погоняет. Здесь какое-то тоже строение. отсюда вид такой на цитадель. Так, ну тут церковь вроде это закрыта, она, наверное, не действующая. Сейчас мы ее вокруг обойдем. Здесь тоже табличка висит памятник украинской, памятник архитектуры Украины. Представляете, сколько лет этой церкви? Вон еще одна. да, она здесь закрыта. Вот вход. Здесь выбиты армянские кресты. Кресты. Кстати, армяне, когда поселились в этом районе, построили свою крепость, то есть обнесли свой квартал стеной. Возможно, что вот это ее остатки. Друзья, это Иверская церковь. Здесь, друзья, уже ходить нельзя. Здесь объект Черноморского флота. Но видно затонувший корабль. мы идем в следующую точку интересную. Это древняя греческая церковь. То есть получается, смотрите, здесь у нас генуэссы жили или в последующем османы. Здесь у нас был армянский квартал, а здесь уже стоит греческая церковь. Но в конечном итоге, потом, когда Кафа разрослась, эти все районы стали просто районами города. То есть уже не было запрета кому-либо селиться внутри цитадель. Так, ну, она, по всей видимости, не действующая. здесь кто-то вывесил российские андреевские флаги. Храм во имя святого великомунченика Георгия Победоносца, монастырь XIV века. Просто у кого-то во дворе церковь XIV века стоит. А мы сейчас пойдем вдоль нее, вдоль моря. Вот отсюда видно хорошо затонувший корабль под названием Берг. Надо будет посмотреть его историю. Это у нас на берегу прям море. Последнее, наверное, на сегодня башня, если я по пути, конечно, еще не найду, которая нет на картах. Это доковая башня, ведь она в очень хорошем состоянии у основания. здесь тоже висит табличка, что это памятник архитектуры. Так, и мы сейчас поближе к ней подойдем. Ну, вот, прям, видите, свод, все сохранилось, ворота. Видимо, эта башня стояла в порту, и корабли, которые причаливали сюда, возможно, что через эти ворота, через эту доковую башню купцы, невольники попадали в кафу. Опять же, башня находится на территории какого-то рыбхоза. Ну, видите, вот, какое окружение здесь. Сюда проход запрещен, туда проход запрещен, но там, благо, калиточка какая-то открыта. Как вообще так получилось, что такие исторические постройки оказались в окружении такого говна какого-то понастроенного. Это вообще просто удивительно. Очень хорошо, что еще здесь калитка какая-то была открыта. Можно было внутрь зайти. Это вообще потрясающее строение. Хотя, смотрите, она не сквозная. Значит, башня была все-таки оборонительная. Почему эти башни были не четырехгранными, даже башня Константина трехгранная. А для того, чтобы защищающийся гарнизон, когда попадет в окружение, имел возможность выйти из этой башни. Здесь вот такой вот свод сделан. Возможно, что и у Константина у башни тоже был такой свод. Еще одна неизвестная башня. в современном стиле. Оказывается, Доковая башня была не последняя. сейчас нам нужно еще будет подняться вот на этот оборонительный вал и там где-то будет башня армянской крепости Аютсберт, про которую я вам говорил. И, наверное, это будет уже последняя башня. но пока посмотрим, что еще здесь есть. Тоже какая-то церковь армянская или греческая, католическая. Здесь четко остались оборонительные стены. По всей видимости, они такой высоты и были, потому что верхушка такая полукруглая. Уже значит сверху ничего не было. Возможно, что вот это есть стена армянской крепости. Там где-то сама башня находится Аютсберт. Так, и здесь у нас очередная очень старая церковь. Сейчас мы ее посмотрим, что это за церковь. Так, храм во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, XIV век. Ну, церковь, родственница самой крепости. А, вот интересно было посмотреть, что там внутри. Но она закрыта. По всей видимости, здесь никаких служб не проходит. То есть видите, какая незамысловатая архитектура. выложена просто из камней. Тяжеловато подниматься уже. Очень жарко. Фу. Так, здесь какие-то строения, типа какого-то подземного бункера. Они обвалились. Видите, там внизу что-то есть. Но скорее всего это не древние постройки. Возможно, что это какие-то оборонительные сооружения времен Второй мировой войны. Вот стена идет. Здесь одна секция разрушена. и эта стена к морю спускается. Здесь вот очень хорошо видна стена. Сейчас мы находимся наверное у основания разрушенной башни Айсберт. Здесь видите, практически от нее ничего не осталось. Это последняя башня оборонительная. Как видите, крепость здесь имеет двойную стену. Возможно, что там между ними шла какая-то дорога, которая выходила к морю. Сейчас это все выглядит вот так. Башня была полукруглая. Либо это внизу был бастион, а сама башня возможно, что вот здесь была. Тогда она была трехгранная, как большинство башен самой крепости Кафа. Но здесь очень хорошо сохранилась стена и очень хорошо видно, куда она уходит. потом она получается сворачивает туда к армянской церкви. И вот это все это был большой армянский квартал. Даже по сегодняшним меркам Кафа была очень большая крепость, очень большой город. Честно сказать, я немножко устал ходить, но я постарался снять и увидеть все, что я нашел в открытых источниках информацию о тех сооружениях, которые сохранились от этой крепости. Ну и вот стена спускается к морю. Друзья, один из таких печальных и занимательных фактов из жизни города Кафа. В 14 веке город Кафа стал центром распространения вредоносной пандемии, как сейчас у нас принято говорить про вирус ковид. Именно отсюда началось заражение одной из самых спиртоносных болезней черной чумы. черная чума по подсчетам историков истребила от 30 до 60 процентов населения Европы. Представляете, это не наши сейчас там тысячи зараженных ковидом. Как так получилось? Когда османы осаждали эту крепость, среди них начался мор. И они брали на катапульты тела этих умерших и по факту зараженных людей, то есть уже умерших, и перебрасывали через стены, тем самым заражая генуэзцев, которые находились в крепости. Далее купцы генуэзские садились на свои корабли и отправлялись в Генуэ на свою родину. И тем самым по прибытии в Генуэ, то есть фактически в центр Европы, они заражали других людей. Эта болезнь очень сильно и быстро распространилась и убила очень большое количество населения Европы. Друзья, как я обещал, я сегодня так же, как и Евпатория, оставлю для вас подарок, сюрприз. Это магнит из Краснодара. На нем изображен стадион Краснодар. И смотрите, как бы стадион Краснодар в народе, ну, жители Краснодара и гости называют Колизеем. Он очень похож на, архитектурно похож на Римский Колизей и сходство его еще с Римским Колизеем в том, что стадион Краснодар облицован натуральным камнем Травертин. И этот самый Травертин привозили из Рима, из Карьера. И в этом Карьере те же самые камни, из которых построен настоящий Римский Колизей. То есть Римский Колизей и стадион Краснодар фактически построены из одного камня Травертина, итальянского Травертина. Я сейчас вот в этой крепости для вас спрячу этот магнит. Смотрите, значит, вы поднимаетесь от доковой башни, доходите до памятника скважине, поднимаетесь сюда, идете, значит, в сторону Армянской башни, здесь уже вот пограничную вышку вы видите, здесь, значит, какие-то бетонные подземные строения, просто вниз сюда вот так переходите, и вот здесь у нас просто в стене находятся такие отверстия, то есть вот спускаетесь по дорожке, и здесь вот я специально положил камень, сюда я вот так вот подальше, чтобы не намочило, прячу вот так вот камнем закрываю, я думаю, что здесь никто его не найдет, так что, друзья, здесь, вот за этими камушками будет ждать вас подарок, друзья, если вы нашли магнит, посмотрев это видео, или у вас получилось найти, посмотрев посты в соцсетях, напишите, пожалуйста, ваш комментарий, откуда вы, когда вы их нашли, и мы обязательно опубликуем эту информацию, ссылочки на соцсети будут в описании под этим видео, ну, друзья, на этом, наверное, наш сегодняшний обзор по Генуэзской крепости считаю завершенным, я показал вам все, что смог найти, если вам будет интересно, вы дополнительно сможете где-то почитать о этих сооружениях, под этим видео я оставлю все координаты всех башен, стен, всего того, что мне по пути попадалось, чтобы вам легче было ориентироваться, если вы решите самостоятельно все это посмотреть, поэтому подпишитесь на канал, если вам это видео понравилось, поставьте лайк, поддержите комментариям, следующее видео я тоже сниму из Феодосии, мы сделаем обзорную прогулку по достопримечательностям, еще достопримечательностям города, их здесь очень много, а также посмотрим набережную, ну и в целом вообще город, поэтому, друзья, всем пока и до новых встреч!